Ребята, я сейчас нахожусь в Турции, мы сняли чудесный домик в горах, но сейчас не об этом, сейчас я хочу поговорить о техническом обустройстве этого дома. Итак, мы входим в дом прямо с улицы, там лесенка небольшая, и сразу попадаем вот в такое помещение. Сейчас я закрываю. Никакого тамбура нет, естественно, потому что здесь жарище, здесь тамбур не нужен, потому что тамбур нужен для того, чтобы задерживать холод. У нас тамбур, так сказать, есть две двери. Здесь жаркий климат, поэтому стены тонкие, тамбур не нужен, и все помещение построено. Вот, оно очень маленькое на самом деле, и здесь вот идет кухонный такой вот уголок небольшой, здесь газ, газ, между прочим, газ из баллонов практически везде. Газ из баллонов, то есть он привозной весь, вода, вода есть, не знаю, откуда она берется, про воду сейчас будет отдельный разговор. Ну, а дальше окна, всюду сеточки есть, это все понятно. Здесь такая стоечка небольшая, барная, и дальше у нас идет вот такое пространство, окна во всю стену, это здорово на самом деле, потому что здесь прекрасный вид из окон, горы и так далее. Ну, собственно говоря, электричество здесь есть, как правило, есть кондиционер, в этом доме пока нет кондиционера, судя по всему, будет, есть интернет. Ну, а сейчас про техническое обустройство. Технический дом состоит из двух этажей. Мы здесь входим по небольшой лестнице, мраморной, ну, она отделана мрамором, на второй этаж, там есть первый этаж, об этом немножечко позже, там сейчас работает стиральная машина, это шумно. Вот, что здесь находится? Здесь сразу входная дверь, ну, электричество для того, чтобы что-то здесь поставить, кран, чтобы помыть обувь, судя по всему, и вот здесь вот самое интересное, вот эти два крантика торчат. Что это такое? А это вода, которая идет, вот видите, две трубы, одна горячая, другая холодная, типа. Сейчас мы посмотрим на это с другой стороны, издалека, что там находится. А находится там на крыше, вы видите, два накопительных бака, это для воды, и такие панели. Панели, направленные, вы видите, стоят под неким углом, это примерно, этот угол соответствует широте местности, на самом деле, то есть он регулируется для того, чтобы солнце было максимально больше перпендикулярно вот этим панелям. Почему? Потому что в этих панелях нагревается вода, то есть горячей воды здесь нет, бойлера нет, электричество экономится, горячая вода берется просто сверху. И там есть два бака, верхний бак для горячей воды, из него мы расходуем как бы горячую воду, которая накапливается, а нижний экран, нижний бак поступает в холодную, она поступает в панели, нагревается, и, как вы знаете, горячая вода поднимается вверх, холодная остается внизу, поэтому горячая вода накапливается в баке. Вот таким образом, такая вот экологическая штука экономит энергию. Ну, спутниковая антенна, это понятно. Для того, чтобы экономить воду, турки делают следующее. То есть они не пускают воду всю, значит, как мы, разбазаривать питьевую воду там, на полив, еще куда-то. Смотрите, вот здесь, судя по всему, это очистные сооружения, и дальше после них идет такой отстойник для воды. Для чего эта штука? И здесь такие отстойники у всех, ну, буквально у каждого дома. Там, где есть возможность, они это делают. Для чего это делается? Ну, для полива, очевидно, потому что вот я вижу здесь внизу шланги, идут оттуда, вот там можно подсоединить его, шланг, и поливать воду. Использовать для полива вторичную воду, потому что вода очень дорогая, пресная вода очень дорогая, и тем более в горах. То есть вода вся собирается, во-первых, дождевая, во-вторых, значит, там отстой, типа нашего топаса, и все это идет на вторичку. Вот таким образом решена проблема с водой. А теперь давайте обратим внимание на крышу. Посмотрите, вот мы видим крышу дома, типичная крыша дома. Она абсолютно плоская, и тут нет всяких сливов для дождя, но торчат арматурины. Для чего они торчат? Смотрите, люди построили дом. Обычно они строят дом так, первый этаж, и вытаскивают арматурины, для того, чтобы можно было построить первый этаж, второй этаж, но на первом этаже уже можно спокойно совершенно жить. И при этом строить второй этаж спокойно, не торопясь. Они строят второй этаж, покрывают его крышей, и точно так же вытаскивают арматурины, чтобы можно было построить еще один этаж сверху. Ну, потому что за площадь заплачена, и поэтому вот такая арматурина Но дожди у них бывают крайне редко, и поэтому здесь и снег не накапливается на крыше, естественно, потому что его не бывает То есть им не надо защищаться от воды, от влаги сверху, им просто надо от солнца защищаться Поэтому крыша выступает, чтобы бросать тень вот на тот балкон, который снизу есть, на котором можно сидеть по вечерам и пить чай А, кстати, чай пьют только, алкоголь здесь не принято пить Вот, и арматурины торчат для того, чтобы строить дом выше И, кроме всего прочего, мы часто видим на домах сверху, также, кроме вот таких панелей, которые нагревают воду Еще и солнечные панели, которые точно так же они расположены, как правило, солнечные панели, которые дают энергию Сейчас уже на многих современных домах это есть, здесь пока этого нет, но это будет, я уверен, совершенно в ближайшее время На многих домах стоят солнечные панели, которые дают энергию, питание и на которых, по крайней мере, половина дома питается Ну, потому что энергия тоже стоит дорого, а солнечная она абсолютно бесплатна Купил солнечную панель и делаешь Мы с Кириллом тоже думаем у себя, даже у себя дома, где нет такой вот буйства солнца Сделать солнечные панели и, по крайней мере, все внешнее освещение сделать на светодиодах нам ничего не мешает На солнечных панелях, чтобы не расходовать энергию Вот такое обустройство дома Сейчас мы спустимся на этаж ниже и посмотрим, что находится там Посмотрите, как просто они сделали перила, вот эти, вот это ограждение На самом деле, это, судя по всему, просто обычный профиль, квадратный И они просто буквально молотком здесь вот простучали И набили вот такую штуку, тоже есть такая специальная штука Бамс и все Ну, я думаю, что накаляются при этом Ну, как бы, очень простая штука Из профиля, из металлической трубы Обычная чернуха, ну, черный металл в смысле железа Набили, покрасили краской по железу и все Перила тоже явно совершенно арматура Просто четверочка, здесь 10 на 10 И тоже прогнали через какую-то штуку, которая делает вот такие вот зазубрины Все очень-очень просто и дешево и достаточно красиво и стильно А теперь, вот, перейдем вот сюда Посмотрим, как сделана вот эта вот лестница сама И как сделана поручень В качестве поручня они сделали обычную круглую трубу И загнули ее вот здесь вот, ну, просто раз, загиб делают, раз, раз И приварили к тем же арматуринам Вот и все Теперь по поводу ступенек Посмотрите, ступеньки сделаны из обычных деревянных досок Они их, ну, выпилили так, как надо И обработали там болгарочкой Ну, как-то более-менее стильно Но здесь видно, вот, прямо следы обработки Видно, что эта болгарка обрабатывалась, значит, такой грубой достаточно Потом покрыли морилочкой сверху, значит, там Шлифанули немножечко Покрыли лаком И я думаю, что мы первые люди, которые въехали в этот дом Потому что здесь еще пахло именно лаком от этой лестницы То есть здесь ремонт только-только сделали Потому что они очень-очень торопились сдать его И мы, я думаю, первые, кто его снял А сейчас спустимся на этаж ниже Кстати, вы заметили, что лестница винтовая Она достаточно резко закручена Это очень сильно экономит пространство в доме Здесь этажом ниже они сделали спальню Одна двуспальная кровать, одна односпальная Шкафчик и очень-очень низкие окна Ну, окна нужны для того, чтобы, ну, просто попадал свет В общем-то, никакого красивого вида здесь нет Вот, ну, окно открывается для того, чтобы, ну, вентиляция На всех окнах есть сеточки противомоскитные Я не знаю, зачем они нужны Комаров я здесь не видел Ну, сейчас я еще покажу Здесь есть выход Еще один Ну, во-первых, на случай пожара может быть А во-вторых, ну, просто есть выход Вот сюда во дворик Здесь что-то можно сделать Но здесь все зависит от того, где находится дом Потому что, может быть, здесь места много Может быть, места мало В данном случае дом находится на склоне Снизу дорога Поэтому здесь, в общем-то, выходить особенно некуда Только для того, чтобы обойти Как-то вокруг дома И, ну, может быть, здесь сушку для белья поставить Больше ничего здесь не сделаешь Шкафчик здесь абсолютно тоненькая Потому что не надо защищать никого от холода Наоборот, надо защищать от жары А здесь всегда тень, в общем-то Поэтому дверочка тоненькая Вот это просто, ну, где-то миллиметра два толщиной Металлическая штука И она не нагревается на солнце Потому что солнце идет там